так всем привет притов боже как я быстро сказала всем привет привет youtube солнечная italia на проводе так ну что девочки мальчики мужчины жизнь прекрасно и удивительно и замечательно мне сегодня подружка говорит что ты давно так это не говорил это говорилось вроде девочки мальчики мужчины жизнь прекрасна действительно и удивительно поэтому новая жизнь новом году какой-то год начался немножко нервный я кстати читала комментарии потом когда в инстаграме говорю А что такие все нервные? Мне потом писали, Мариха, прикинь, в моем окружении тоже такие все нервные. Так, что у нас на распорядке дня? На распорядке дня у нас такие красивые дети. Такие красивые дети. Ирис. Ирис. Это мальчик. Я его называю Ромео. И Сашка тоже называет его Ромео. Ну, красивые твои дети. Смотрите, застелила так немножко, почистила сегодня коврик. Если коврик убираю, у них ноги на полу, как это сказать, растягиваются. А здесь, он, кстати, уже начинает погавкивать. Мальчик, кстати, вот мамаша, блядь, поиграться хлебом не корми. Я так положила на всякий случай, потому что немножко подписывают. А так, конечно, хорошие собачки. Коврик почистила и заложила вот этими штуками. Думаю, положу эти штуки. Он у меня сюда залазит, берет мою буашку и начинает тянуть вниз. И вот, я смотрю, там мокро. Это он ссыканул. Побегал, побегал и ссыканул. Я даже не знаю. Я смотрела на Амазоне, я смотрела пеленки такие широкие. Но не нашла большой размер. Такие, знаете, чтобы, блядь, пол пола, чтобы застелить ими. Ну, вот как вот одеялом. Потому что, если положить простыню, ноги у них разъезжаются. Я же хотела этот бокс добавить сюда еще один, чтобы сделать его намного длиннее. Но мне так жалко. Они так хорошо бегают. Вот здесь играются на ковре, что этот ковер. Вот там, боже, этих писюху, она еще не воняет. У них писюху можно постирать. Но зато собакам классно. Давай, 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 я же вижу. Зато собакам классно, что... Шанель. Зато собакам классно, что у них здесь хоть ножки не раздвигаются. Ну да, ссыканул. А сейчас туда брошу этот самый. Кто-то ссыканул здесь? Кто-то ссыканул здесь? А? Шанель играть хочет. Кто-то ссыканул здесь, да? Так, что у нас на исходе дня? Настроение хорошее, нормальное. Вот такая у меня заколочка здесь. Не могу уложить эту челку короткую. Она у меня бляха-муха торчит. Дома тепло. На улице обещают похолодание, но больше всего на севере туда. Я вот так вот хочу, чтобы форма у меня немножко была. Я хочу вот так вот ее притащить. Был Карло у меня эти дни. Он классно тем, что меня не напрягает. Он тусуется в комнате у Саши. Там за два дня, которые он там у меня тусуется, я его вижу там 15 минут. Это только когда он на кухню вместе со мной выходит там. И то, когда он готовил, говорит, Марина, что ты не снимаешь? Я говорю, так ты только встал. Я говорю, я еще зубы не успела почистить. Я говорю, ты уже сразу думаешь об еде, об еде, об еде. Я говорю, я так не могу. У меня животные. Мне надо встать утром, привезти квартиру в порядок. Я говорю, как это? У меня собачки, кошечки, песочки. Блин, корм туда, корм сюда. Вот. И это самое. Ушел сегодня, потому что надо было делать ему. Я даже ему еще спросила, ты вернешься? Он говорит, не знаю. Но я думаю, что он на ней не вернется. Потому что сегодня же воскресенье. Зато на работу смысла сюда возвращаться. Хотя купил мне капусту на борщ, но даже как-то вчера не было настроения борщ варить. Давайте на собачек буду рассказывать и говорить за себя. Вот. Поехал, вызвал вчера вечером электричиста. Потому что, говорит, подумал, что лампочка перегорела в доме. А, говорит, оказалось, что не лампочка. Видно проводка. Видно, говорит, проводка от этих самых. Шанель, я в другую сторону бросила. Иди сюда. Иди сюда. В эту сторону. Это я закрывала вот этой вот пеленкой. Потому что я открывала окна. Проветривать. Вот. И он вызвал электричиста. Думал, что это, говорит, лампочка. На самом деле, говорит, это у меня, говорит, проводка от серела. А я говорю, так это ты должен платить или мужчина? Он говорит, ну, по идее, говорит, хозяин должен, говорит, все это оплатить. Я говорю, ну, некогда, говорит, что пришел электричист. Потому что, говорит, я ж на работе. А вечером прихожу. Я прихожу в эту коморку. И еще и в темную. В эту коморку прихожу. Я в халате, потому что, я не знаю, штаны тоже не знаю, я ходила целый день сегодня без штанов, дома нормально, не холодно, только сейчас одела штаны, потому что, думаю, сниму халат, одену какой-то свитер. Наверное, сейчас так и сделаю. Так, девчонки, что по новогодним украшениям? Буа оставляю, вот эту вот штучку оставляю, я вам говорила, да, за вот эту вот штучку, что, видите, я ее такую купила, как проволочную, да, вот она, видите, как проволока. И она неудобна, потому что кошаки играет, и она путается, пришлось вот так вот ее, типа, сделать. Вот эти вот тоже игрушки я все уберу, уже к Саше туда в комнату на полку, потому что здесь уже праздники не чувствуются. Вот это у меня уже стоит приготовленное, мне надо достать коробку будет на днях, сверху у меня там вот на антресоле, и вот это вот уже тоже все убрать. Туалет сейчас вам покажу, это тоже вот эти вот я уберу все. Кстати, Карлик мне хотела яйца отварить, лень, яйца старят. Карла купила капусту, мне надо, кстати, яйца отварить, потому что собака тоже кормит до сих пор. Совой, в случае, пока яйца поставлю варить. Потому что собаке тоже даю. Колонка заработала, я включила батарею. Хотя дома не холодно, дома не холодно, но там есть с чего просохнуть. Комары летают, комары не заканчиваются у нас. Купил с собойскую капусту вчера, и ты такой, что ты больше не варишь? Бляха, муха, лень, лень, просто лень. Вот, это я учусь, знаете, что это я учусь рисовать стрелки на новейшее веко. Я каждый день смотрю эти видосы, оно у меня не получается, надо еще тени нормальные купить. У меня тени какие-то там китайские, они так на глаз неудобно ложатся, учитывая, что я еще не пользуюсь там сверху никаким марафетом. Но все равно дома я всегда хожу подкрашенная. Ресницы нет, но стрелки, да. Так, что хотела? То есть набор все есть, набор все есть, но, бляха, муха, лень делать ему. Саша мне подарила вот такую вот огромную, была такая вот огромная конфетница Рафаэлла. Это я оставила себе как раз под бриллиантики я сложу. До сих пор я как приехала с Турции, они у меня в коробке лежат. Я хотела съездить в Икею. А что за конкурс? Мне-то свет вроде больше был. Хотела съездить в Икею, купить бокс, как я у Юлии Сергеевны боксы покупала. Мне позвонили, что ярче здесь свет был. Вот, такие пластмассовые. У них было удобно. До Икеи я не доехала. Вот одна конфетка у меня осталась. Сейчас вам покажу туалет. Как раз вот я там, ну, коврики сняла, вот покажу, как есть, без прикрас. Или пойти положить в коврике. Наверное, пойду положу, и вам, наверное, покажу. С ковриками будет симпатичным, потому что я полы протерла. Саша дома нет. Дэнни с Сашкой. Вот. И за сережки спрашивали. Это вот такие вот, вот такая вот бижутерия. Это в Софии еще покупала, когда маленькая она была. Новогодние такие наборы были там, я не знаю, лет восемь назад. Они остались, и мне прям они очень нравятся. Они чем-то такие, как этот, финифть, напоминают. Нефть, хотела сказать. Как только приехала с Турции, ни разу еще даже не попила чай. Я ни разу ни одного, ни одной кушки чая дома не выпила. Хотя кто меня помнит, по старым блогам, я любила чай с лимоном. Карлик меняется, за мной ухаживает, притащил вот такой вот красивый натюрморт. Здесь был еще вот такой вот гном, вставленный туда. Но это, конечно, колонхоя. Как-то там он воткнут в эту землю, я не пойму как. Естественно, это надо все пересаживать его. Ну, уже на неделе, не сейчас. Но, видно, со скидкой новогодние остались. Он говорит, мне понравилось, сам принес, сам подарил. Сегодня что-то, что мотал он домой. Опять же говорю, он когда здесь, он меня не напрягает, потому что мы видимся тут 15 минут на кухне, пока я ем или есть он, или мы вместе что-то едим. И потом все, я иду к себе туда в комнату. Он идет, если Саша нет, он идет в комнату к Александре и тусуется там со своим телевизором, потому что у нас другие, ну, разные вкусы. На что посмотреть, это, во-первых, разные вкусы. Все-таки придется курицу ставить варить. Не знаю. У нас разные вкусы, это, во-первых. И, во-вторых, он так громко смотрит телевизор, меня это раздражает. Ладно, ложу табаковлики, те, которые там у меня более-менее сухие, симпатичные, и покажу вам туалет. Новеньким хочу сказать, что я сделала полностью косметический ремонт во всей квартире. Даже эту стену, побелку я обваливала и снова ее просила, чтобы мне штукатурили, выравнивали, чтобы она была ровная, она была вся в дырках. Вот. Я дошла до туалета, попросили они много денег, ну, блин, хватило бы, наверное, на верхнюю часть зубов, на виниры, на эту сумму. Вот. И я тогда все поснимала, думала, сейчас я поснимаю зеркала, шкафчики в туалетах, поснимаю, думаю, тогда у меня будет стимул, что-то сделать побыстрее. А получилось так, чтобы все поснимала и стимул куда-то пропал, этот стимул. Вот. И потом все-таки я думаю, ну, ладно, стимул пропал, а хочется жить как-то в какой-то уютном, да, в уютной атмосфере. А туалет это, это непредсказуемая комната в нашем, в наших апартаментах. И я так, знаете, как раз еще года два с половиной назад купила туда новый шкафчик, он у меня стоял за дверью. И вот как я в Турцию начала ездить, Карла, естественно, он всполошился и начал что-то делать там, помогать на первых порах, делать что-то по дому. И вот он прибил туда этот шкафчик, эту полочку, сейчас я вам ее покажу. Да, пошлите, покажу туалет. Бросила коврики на пол, потому что коврики, кстати, моя комната, давайте сначала отсюда начнем, может, кто-то новенький, никого-то не видел. Я не думаю, представляете, я говорю, кто-то кого-то не видел это, но это вообще, здесь у меня котята, там у меня коробка, это кошка, которая простерилизированная, если я правильно говорю, один котенок, который родился дома, один котенок, помните, умер при кесарево сечении, но его, в принципе, уже вынули мертвым, я так думаю, потому что он был деформированный, у него была голова, там, в два раза больше, кто видел, там есть видео, в инстаграме есть, в актуальных, сохраненных, оно и есть на ютубе, почему, почему здесь, как его называют, бляха-муха, бляха-муха, девочки, одеяло, потому что батарея работает, и там держится тепло, это, во-первых, котятки уже подросли, уже начинают глазки открывать, там мои шляпы, я сюда хочу еще полки, для того, чтобы там шляпы мои были, батарея сейчас работает, поэтому футболка на ней просушивается, это я так быстренько, чтобы кто-то сориентировался, ну, в принципе, можно и, как бы, и не закрывать их уже, что ты тут сел, вот, но, тем не менее, чувствуют они себя хорошо, здесь ей тепло, и как-то там света нет, ей, ну, не знаю, она чувствует себя хорошо, подсветочку свою я всегда включаю, этот свет у меня работает, всегда только одна лампочка, потому что, как-то, ну, мне хватает этого освещения, я вообще, я люблю светлые, вот, у меня солнечная квартира, я люблю солнечные квартиры, но, меня раздражает это солнце, особенно летнее, его очень много, и у меня от ультрафиолета прямое давление на глаза идет, вот, сейчас в инстаграме, когда выставила щенят, спрашивают, как щенята с котятами, прекрасно, у меня вообще собака спит, у меня Шанель спит с котятами, то есть, вообще, без проблем, они на кровать с вами залазят и спят, у меня уже не сидят, видите, я сняла коврик, лазит кот, у меня коты уже не сидят в боксе, они уже гуляют по квартире, потому что они научились ходить к песку, был комментарий, что Марина, мол, типа, коты сидят в боксе, им надо пространство, девочки, вот, бряха муха, яйца курицу не учат, у меня котята приучились ходить на песок, они вышли, начали ходить по квартире, они нигде не гадят, они ходят в песок вместе с другими котами, все, ничего страшного, что они там на одну неделю больше пересидели, прям там страдали, ничего они не страдали, с кошками, с собаками, у них между собой у меня дружба, мир прекрасен и замечательный, и удивительный, я вот этот вот бокс хотела продлить, вон у меня еще один стоит, я хотела продлить его, чтобы эти собачки у меня гуляли внутри бокса, возможно, через неделю я так сделаю, потому что они пойдут на подкормку, с понедельника, вот с этой недели, пойдут на подкормку, и там надо будет им место, чтобы тарелки стояли, и вода, сейчас пока кормит она еще, потому что завтра у меня только врач придет, как раз осмотрит их и все, вот здесь я закрыла пеленками ковер, ковер я сегодня почистила, он чистый, они немножко подсекают, ну в том плане, что бегают-бегают, где-то там и на сале, где-то у них получат, ну от того, чтобы нет запаха, они еще маленькие, они не едят эту еду, поэтому запаха нет, я ковер почистила, бросила вот такие вот пеленки, я не могу найти, я видела, что у многих заботчиков есть такие прям огромные пеленки, они сделаны вниз, типа как прокладка идет такая резиновая, ну типа они ловабили, ну типа их можно мыть, я таких не нашла, то что я нашла, они были все короткие, почему убираю котенка, потому что котенок, потому что котенок, потому что котенок, потому что он лезет к другой сиське, а ты уже большой сиську сосать не надо, не надо забирать молоко у детей, поэтому иди гуляйся дальше, здесь мне надо, вот зеркало мне осталось, я сюда зеркало хочу, и все никак, это зеркало, это карленькая пижама бросила, ставила, я все время после него пижаму стираю, вот так вот котейка у меня здесь спит, кстати один только, два пацана, вот, и один у меня постоянно спит, вот именно со мной, и прям он любит сюда залазить, и прям рядом с Шанелью, прям они рядышком спят, Денис сегодня вернется, Денис ездил туда к Эми, у них там садик маленький есть, около дома, я снимала квартиру Сашиного друга, дом у родителей, вот, и там она мне всю игрушку носит, все играться хочет, ты играться хочешь, я тебе ее подстригла, морду так красиво выстрелила, сейчас яйца сварятся, будешь потом яйцо есть, красиво морду ей выстрелила, красиво морду, красиво, вот, поэтому Шанель прям, один кот не с другими спит, а этот прям все время с нами, прям все время с нами, поэтому я возможно потом расширю, бокс, для того, чтобы они потом там как-то пачкались, наверное, по-другому, будут же, их двое девочки, их не семеро, там у людей, у некоторых есть по семь щенков, все остальное, Саша говорит, мама, я так хочу, чтобы она еще рожала, они такие маленькие, такие классные, я не хочу, чтобы она рожала один за одним, все равно не надо, она еще девочка, она маленькая, она ей самой еще играться хочется, это в этот раз так получилось, надо все равно еще одну, когда у нее будет следующая течка, надо их разъединить, не надо, чтобы она, ну как это, стресс такой, собаки это не кошки, да зубы побереги, дурная, давай, ну давай, какая у тебя у меня классная, какая у тебя у меня красивая, так, ну и все, вот комната, комната и вот такая комната, все, это вот моя, чтобы знали, у меня подсветочка, батарейка работает, дверь у меня такая, немножко прикрытая, чтобы тепло из этой комнаты не выходило, хотя, я же говорю, дома не холодно, может быть от того, что я, у меня вот это вот, эти приливы и отливы, я не знаю, так, дальше, идем по коридору, идем, 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 идем по коридору, здесь у меня, кстати, тоже коврики сушатся, потому что работает, кухню вы все видели, мою прекраснейшую, уютнейшую кухню, огромное вам спасибо за комментарии, вот, здесь Саша на комнате, здесь тоже у меня вот, лежат у меня вот такие вот, он огромный, длинный такой, мой любимый, покупала на секунде его, черт знает сколько, лет восемь назад на секунде брала, лежит в туалете, сейчас он у меня мокрый висит, влажный висит на двери, то есть он у меня продул на улице, продуло, я его потом на дверь перебросила, Сашина комната, все понятно, это тоже вот у меня вчера продуло, ветровку Сашину, я вот так вот бросаю, чтобы оно еще хорошо дошло, если на батарею, по-моему, тапочки, и там лосины Александры, все, то есть это комната, так, вот долгожданный туалет, покажите, что же вы сделали, что же я сделала, я аж вот это вот отбила, эту плитку, чтобы заново здесь все зашпаклевать, и переделать, поставила вот эту вот душевую, Саша сама, кстати, вот этот поставила, эту фигнюшку, это сакея штучка, полотенца, тут у меня моющие средства, стульчик для того, чтобы посидеть, все, туалет я здесь, кабинку я не трогала, дверь, даже на будущее, все равно останется эта, мне эта дверь очень удобна тем, что закрыл, ничего не видно, даже там тоже то ведро поставишь, а ведро я меняю уже в конце вечера, мало ли где-то что-то подтереть надо, вот, и ничего там, ничего не видно, и я мою котов собак, в душевой, у меня, ну в тазике, и мне удобна эта дверь тем, что она гармошка, она отъехала, а стекло, а стекло, стекло у меня, ну конечно, оно у меня, ну не будет долговечным, кто помнит, здесь висели зеркала, вот там были множество полок, зеркала я сняла, потому что подумала, что будет все быстрее, а видите, вот осталось, как вот красил этот, кто-то красил, вот, зеркала я сняла, одно у меня лежит в подвальном помещении, одно у Клеопатры здесь, сейчас я вам покажу, в подъезде, все, поменяла только здесь шторы, вот эти вот раздражают меня дырки, но я уже думала закрыть таким пластиковым зеркалом на все, но он это дорого стоит, ну хотя бы вот до этой стены, вот, мы ездили в обе, смотрели, я бы сюда, наверное, зеркала бы, вот это из пластика, только у вас знаете, типа, который не бьющийся, корзина там висит, там в этой корзине туалетная бумага, здесь появилась одна полочка, на которой тем, что меньше всего пользуемся, здесь то, что пользуемся, там для волос, масла, дезики, смывка, умывалка, мой самый любимый пятновыводитель итальянский, прям жить без него в Турции не могла, тоже, кто давно смотрит, помните, вот это вот произведение искусства, Карла сам делал, это лампа, фонарь, я такой прям себе хотела, и он мне прям сделал, я была довольна, раньше они у меня висели в детской, над кроватями, очень, конечно, яркая лампа, штучки для этого, турецкое полотенце, песок у меня здесь стоит, очень удобно, раз в туалет выбросил, дорожки меняю, каждый день практически, через день это точно, потому что у меня может Шанель писануть, играть хочет, вот, а так меняю, у меня их много, вот этих вот маленьких комбики, или такие, там у меня та стоит, мало ли что, подмыть что-то, помыть, здесь у меня сумка моя замачивается от ОБЭГа, все здесь, принадлежности какие-то, здесь вот духи стоят, ух ты, достояние республики, прокладочки ежедневные, куда же без них, естественно, гигиенические, тоненькие очень, вот, это я сумки вытащила, моя машинка новая, все видели ее, и здесь, ацетон, которым никто не пользуется, остался со времен, когда еще лаком красили, дорожные щетки, маски, это Эммы, по-моему, станок, ножнички, тоже прокладки, ватки, короче, такой шкафчик, этот шкаф намного больше нравится Саше и мне, потому что он маленький, тот был такой прям громоздкий, огромный, сюда также попросила, Карлос прибил мне вот эти вешалки для полотенец, песок кошачий, совок с веником, вещи грязные сюда выбрасываю, короче, как у всех, главное, что чистенько, все аккуратненько сделано, нам вот этот шкаф очень, с Александром, он прям маленький, так сюда классно вписался, и вот этот свет, я же не люблю такой яркий, вот, даже не знаю, если Александра им пользуется, но этот фонарь прям, прям хотела сюда этот фонарь, и поэтому тубзик получается вот такой вот, вот он так, раз заходишь, свет включил, опа, и такая красота, тут у меня одна лампочка горит, потому что мне одной лампочки хватает, хотя Саша говорит, мама, докупи лампочки, говорит, я когда купаюсь, мне ничего не видно, не знаю, я когда купаюсь, меня видно, я хотела перед отъездом, когда уезжала в третий сезон в Турцию, я хотела поменять, я хотела этот бачок купить белый, он кстати стоит там что-то 20 евро, я хотела купить белый, потому что когда ребята предлагали сделать ремонт здесь, они мне говорили изначально, что давай как-то этот, можно ж место расширить, то есть можно ж, боже, как ты, ну, Шанель, о, господи, вот, можно же, говорит, туда сдвинуть и унитаз, и биде поставить намного меньше размером, то есть, говорит, можно ж, Марина, можно, но это трубы, старый дом, мало ли, что и как, там у меня полотенца для подмывания лежит, кто захотел, тот его взял, она мне носит и носит, вот это и носит, она мне уже третий день подряд носит, третий день подряд, все, здесь что у меня в коридоре, в коридоре у меня здесь этот шкаф, который был, вот сейчас я купила новый шкаф на Алексе, я купила новый шкаф для обуви, потому что здесь складывай, не складывай, здесь этой обуви, особенно даже моей, добавляется, 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 у Саши есть столько обуви, которые она даже до сих пор не перенашивает, вот шкаф я купила новый такой вы наверно все знаете уже объясняла он знаете как тепличка вот я для цветов сверху прикрывается такой типа штукой как пластмассовой клеенкой ну посмотрите вот он сейчас конце придет января я его хотела поставить вот сюда вот в коридор потому что в принципе можно было бы что мне там 18 евро стоил этот шкаф очень знаю почему его захотела под мою обувь именно вот под артистическую которая у меня в моем шкафу я хочу ее туда убрать греха муха мне некуда складывать брюки вот и здесь вот этот шкаф который я покупала в ванной вот этот шкаф он идет под машинку стиральную у кого есть машинка стирка вы есть у кого машинка стиральная открывается окно снизу у меня же машинка сверху открывается вот я его специально сюда покупала он сюда вписался по размеру и все и здесь складываем шапки очень удобно все для шапок они тут и зимой и летом лежат и вообще этот отдел не перекладывается то есть именно такой шап для шкаф для шарпов шапок зонтов каких-то мелких вот таких вот сумма которые надо куда-то брать то есть это этот шкаф именно для этого но здесь стоит там рутер стоят вот эти вот по дому я брызгаю викторию секрет чтобы был запах вот так вот по квартире это мое пятое а меню здесь все очки лежат здесь лежат стоят бутылки здесь мусор пластика здесь все у нас разобрана в пластику один раз в неделю выносим бутылки когда хотите выносить то сюда стекло ну не важно там бутылки банки то есть все стеклянное сюда в короб туда идет пластика и стоит ждет все вот этот вот гном у меня стоит здесь на входной двери гном стоит для того чтобы во-первых интерьер во-вторых он отгоняет защищает от духов а вот эта штука она у меня не убирается эта штука которая специально сейчас вам покажу почему поймете сейчас почему взяла в руки туфли кроссовки а эта штука которая елку под елку ставят да она у меня здесь стоит всегда потому что так как у меня собаки чтобы они обувь там не они не грызут ее но мало ли захотят когда-нибудь поэтому кто все кто приходит обувь сюда складывает поэтому туда никто из собак не лазит ничего ну это тапочки у меня все постиранные тапочки входные у меня здесь все лежат наверху то есть все постиранные тапки они один в один все это и тапочки есть для всех на постирку на так ладно пишите покажу что у меня в подъезде они уже убрали молодец как она убрала вот мое зеркало я кстати хотела его потом отсюда забрать ума или она как разросли сейчас я не заберу пошлите домой все сейчас я вас поставлю на шкаф там где вы и стояли я и тогда дала сказала забери лианы горшки мне отдашь цветы заберешь они у меня вот здесь стояли они у меня немножко там как-то стали себя неуважительно чувствовать но теперь я передумал не забираю не себя немножко пришли я кстати хотела отсюда забрать зеркало думаю заберу его думаю здесь покрашу мы одно у меня еще есть думаю и поставлю на свои места там где они были но мы поставим на свои места в туалете а а потом подумала боже мне их дарили в них смотрелись энергия уже не так как ботекс едет смотрите энергия уже не так думаю пусть остается и вот еще один цветок еще одна моя лиана у нее просто здесь елка вот это которая уже высохла как три года назад она и украшала на новый год не знаю что зеркалами сделать сейчас почитаю ваши комментарии потому что смотрите с ним покажу сейчас и цветы поставлю я же не сказала говорю вазы я говорю мне отдашь цветы в себе пересадишь да 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 в итоге но я вам хочу сказать что вот это росток посажен из этой то есть он обломан здесь и был пересажен но я смотрю в подъезде они намного лучше стали себя чувствовать потому что они у меня вот здесь на кухне хотя я землю меняла я удобрением давала они меня от этого пара немножко стали ну не так что плохо себя чувствовали но они немножко как бы несоответственно квартире себя чувствовали вот а теперь все сейчас я их протру листики поставлю хай стоян хай все возвращается на на свои места да вот эту я делала прямо сама сажала вот из этих вот ничего новые купит а что ж она меня не послушала она была ваза вернуть все нормально короче короче смотрите сейчас вам покажу смотрите вот они видите дырки от этих зеркал вот одно зеркало у меня в моей подвальном помещении одно здесь я подумала что это мою захотела дала захотела забрала это как слово воробей вот я думаю что яду я сначала думаю сниму можно даже покрасить эти красные вот эти вот у меня было три куда треть оделась я даже не кому-то подарила я не помню ну немножко лепатри подарила вот их трое было но два у меня висела одно наверно куда-то я отдала никуда не она мне вот сюда не вписывалась в размер вот но это мне так давно мне наверное детям было наверно софи наверно было года них подарили софи наверно было года да еще не было саши года два полтора девочки полтора это восемнадцать двадцать лет назад этому зеркалу девятнадцать лет этим зеркалам и мне их подарила семья как мужчина уже умером не знаю что там с бабушкой женщиной стала вот и я что-то думала найти этот все развали ну развалилась здесь а если сейчас сюда повесить и покрасить здесь она но можно еще дальше жить и наслаждаться всем этим пач apertую поменять и не париться что там где-то как-то у кого-то вот так вот вот так значит вот так вот надо почитаю комментарии потому что я такая же я мальаха муха отвинчу скажу карлику отвинчи привинчиво и все здесь коридор красился коридор красился новая здесь лампочка и вот этот вот антресоль я делала сама заказывала вот он красился но из-за того что я думаю потом же там велосипедом потерлась стена и потом я подумала что пока здесь будет делаться ремонт пыль сюда пойдет думаю потом и покрашу вот если я сейчас туалет доделаю как-то решу сама этот туалет здесь кстати надо поменять здесь карлу поменял а здесь надо поменять розетку и его надо еще раз пройтись покрасить картина вот у меня упала надо повесить ее сделать то есть и все коридор покрасить он сделанный иногда я сюда ложу дорожку у меня здесь дорожка кстати там кто-то писал что я куда-то дело моряка слушайте моряк здесь вот он моряш вот он моряшка он сам идет на кровать к сашке когда сэмой не приходит и лежит и все и то после карлика и тапочки постирала и лежит и все просто тот кот который не общается коврик лежит у саши здесь я коврик снимаю когда ее нет чтобы коты лишний раз и собаки по нему не бегали даже если бы я бы куда нибудь дала бы моряка боже кому какое дело кто что кому дал я не могу понять но неужели нельзя заняться сам собой мало ли какие могут быть в семье индивидуальные соображения по этому поводу он меня я же ничего не у меня погрыз всю мебель потому что он не дается стричь когти он всю эту когти эти ладно там диван новый фиг с ним он все это делает об мебель просто об мебель вот это вот все делает моряк он здесь просто топчет это новая мебель я и только недавно купила сама у меня нет я не насосала к сожалению или к счастью мне нет чтобы кто-то мне помогал какую-то мебель сюда никто ничего не покупал я не веду мужиков там ничего не это сама никто ничего не это поэтому мне жалко ну как есть девочки вы знаете а идея то и неплохая наверное я и почитаю ваши комментарии то у меня стоит я сняла он у меня лежал в кухне все писали боже взрослая женщина микки маус нарисована на на ковре у меня микки маус вот там нарисован и он лежал как ансамбль вместе с ковром и все он сюда просто походит подходит по размеру я его сняла на постирать думала карлику отвезу его на постирать но карлику и туда сейчас не пойду там нечего делать у него в хате я думала водой его простирну я положила этот эти конечно машинку завозит эти классно стирается я в океи выбрала мне очень нравится все сейчас лианы встанут туда у меня настроение поднялось еще добраться достать на антресолях бы коробки чтобы и зимние новогодние украшения туда начинать убирать что я хочу до 15 я хочу убрать елку все помыть там хотя елка придает там деликатность все про зеркала будут одождать ваш ответ потому что я считаю что вашу зеркала мои захотел взял захотел нельзя вот что такое захотел повесил что она прям расстроиться но расстроиться ничего страшного муж не родственники зато я их там повешу у меня будет у меня туалет будет опять как новый понимаете как новый будет туалет и даже не будет видно никакого там это девочки написали говорится марина это твоя самая лучшая прическа будет вот такая но не знаю видно вот здесь сумму это если бы не было подбородка так все девочки буду ждать ваши комментарии но по сарам как спит аж голову смесил на бок красоте моя